Колбасу нельзя, конфеты нельзя, сухофрукты вымачивают в сахаре, в фольге запекать нельзя, и таких нюансов можно найти очень много. Вы мне пишите и возмущаетесь в комментариях, ну как же так, так же все делают. Делают, все делают, и мы никогда не найдем стерильных продуктов, стерильных рационов, всегда, везде что-то есть не так. На любую пользу есть в любом продукте, даже в любом способе есть какой-то вариант, который нам не очень полезен. Но при всем при этом есть разница между курицей, которую без антибиотиков не выращивают, как вы мне написали в комментариях, я еще эту тему не проходила, и ее действительно невозможно без них вырастить, я в это верю, да. Съеденный, например, с брокколи, запеченный, возможно, даже со своего огорода или с какого-то другого фермерского хозяйства, и запитый небольшим количеством правильной водички, да. Или же та же самая курица, зажаренная во фритюре, в панировочных сухарях вместе с картофелем фри, сверху молочный сладкий коктейль, шоколадка, как бы есть разница. Наш организм, он очень умен. И курицу, которая выращивается с антибиотиками, раз по-другому она не выращивается, он переварить вполне может. У нас есть печень, у нас есть огромная система детоксикации, чтобы все токсины из нас выходили. А другое дело, когда этих токсинов не из одной курицы, извините меня, с целого набора еды, и тут уже просто организм может не вывести и не справиться. И вот про это я вам говорю, про это я вам вещаю.